Здравствуйте, дорогие все отечественники, 25 июля 2022 года. Уже несколько дней в информационном поле Казахстана сейчас идет массированная этапа. Показывают Булата Назарбаева, его состояние, показывают, что он болеет, оказывается, сильно, нуждается в особом подходе, в лечении. Сегодня тоже одно издание выставило материал, короткое такое видео я вам покажу. Это дочь Гунмира, отец Булат Назарбаев, якобы он уже не понимает, что происходит, в таком состоянии находится в плохом. Разговаривать не может, он фломастером пишет, типа, к нему журналисты пришли, он испугался, что его опять в больницу повезут. Так, второе видео. Ну, видимо, это постановочные видео делают, да, чтобы, призванные, чтобы люди проникли сочувствием, может, все люди, вот видите, человек заболел, вот, в Израиль возили, в Германию возили, говорит, в таком состоянии, полгода как вернулся, в таком репертуаре. Получает, это его система, в сону, в сону, в полности медикаментов, здесь основной склад его, все это назначение здесь находится, каждое дневное назначение, это его здесь все. Это его все назначение, все это его, анализы, назначения, протоколы каждое дневное. Это все здесь. Это его кухня, ну, он там лежит. Звучит музыка, призванная показать романтичную ситуацию, да, музыка должна напомнить зрителям все тленно, все приходящее, вот, видите, несмотря на то, что богатство, кругом типа, роли не играет. Люди, будьте людьми, будьте сострадательны, Булатику, вот, вот, вот такую мысль хотели донести создатели этого роли, так сказать. Вот, единственное, здесь в конце я не понял их мысли этого режиссера, когда они там демонстрируют автопарк Булатико. Ну, кто такой Булат, объяснять никому не надо. Здесь, кроме того, что это вор, преступник, насильник, ну, там хватает, чего он натворил, да, но это вот померкло все это, то, что вот Назубаев старший воровал, вот этот младший, вся его семейка, вся эта обширная сватья, зятья, и т.д., и такое, вся эта шушера ненасытная, то, что воровали, это все померкло в связи с событиями, которые произошли в январе. В январе, еще раз напомню, произошли события, которые вообще, после этих событий Казахстан ведет новый отчет времени, сейчас будет определяться новый вектор вообще общественного развития в нашей стране. самое главное, в январе прошла спецоперация, организованная ФСБ Путиным, его командой, ФСБшниками, да, которые провели карательную операцию, вот эту, Патрушев, Бортников, вот слева, Нарышкин, да, команда, и здесь роль сыграли, конечно, свою и наши продажные политики, в том числе, Тухаев, председатель парламента нашей страны, председатель Сената, все члены правительства, все депутаты, они все это знали, что будет проводиться карательная операция, что будет провокация проводиться, чтобы для проведения спецоперации задействованы были все правоохранительные службы нашей страны, Комитет национальной безопасности, МВД, все структурные подразделения, все задействованы были, чтобы вывезти людей массово на площади и там создать силами специальных подразделений российских, казахстанских, вот эти провокации вагнеровцами, помните, там вот это показывали видео молодые курсанты, молодые казахские курсанты, там 18, 20, 19 лет, зеленые, их выгнали специально якобы разгонять, думали, что их там убьют, вот именно под это рассчитывал Тухаев, когда говорил правоохранительных представителей правоохранительных систем, убили, двоим отрезали головы, помните, он раздувал это, вот это все было запланировано, и здесь роль этого Булата Назарбаева тоже огромная, там в этих организациях массового беспорядка принимали участники, охранники этих рынка Алтнорда, который он владел, его компаньоны в Киргизии тоже приезжали, Тухаев оговорился же, был самолет, говорят, был самолет из одной из Среднеазиатских республик, действительно был, из Киргизии завозили боевиков, которые имеют опыт проведения таких массовых беспорядков, грабежей, и когда Булат Назарбаев, они тупые люди, Хайрат Сатабалды, осед, как его, брат Хайрата Сатабалды, заместитель, председатель КМБ, они все ограниченные люди, да, люди СФСБ использовали их в своих планах, этого Булата Назарбаева, его, у него своя частная охранная фирма, вот эти частные войска, так будем говорить, да, вот этого команды Булата Тлюхана, Мухаммеджан Тазабекова, полукриминальные, полу вот такие, знаете, религиозные военизированные формирования их использовали. И вот сейчас, когда стоит вопрос, чтобы привлекать к их ответственности, основной фигурант этого дела, один из основных, Булат Назарбаев, используя их жаргон криминальный, а там я сказал, все они криминальные от начала до конца, ушел в несознанку, пошел в отказ, дуру включил, типа он заболел, сейчас не в состоянии, даже разговаривать, отвечать, и это все призвано показать. Такое бывает, всегда, я вот раньше выписывал криминальный сборник, в России выходила газета, коммерсант Дейли, там сзади полоски криминальных хроников, я помню случай один, одна криминальная группировка, бандиты отъявлены, грабили, грабили не просто кого-то там рядового, а какого-то криминального авторитета, грабители, грабили криминального авторитета, который собрал деньги, бригадира, они вот, помню, возле гаража его поймали, сходу прострелили ему ногу, потом отвезли к нему домой, мучили, издевались ему утюгом, выпытывали, куда он деньги спрятал, все деньги забрали, его убили, потом их поймали и судили, так, когда этих отморозков, это не просто убийцы, а это, еще раз повторюсь, они убили криминального авторитета, они, получается, еще дерзше были, еще опаснее, чем этот криминальный авторитет, этот криминальный авторитет, там в Москве целый район держал, так вот, когда их взяли, эту банду, они начали вот так вот тоже включать дурочку, психбольными начали прикидываться, там двое, прямо начали под себя мочиться, по-большому справлять нужду, рисовать, входить в роль психбольного, вот когда прижимают, вот такие клоуны начинают, вот такие спектакли играть, вот как этот Булат Назарбаев, сейчас мы видим разыгрывать спектакль такого больного, ну, система КУИС у нас принимает разных, мы же видели два года назад, это Оксана Шевчук, женщину, оторвали от ребенка с груди, да, вот, посадили, это в СИЗО, полгода держали, инвалидов там берут, забирают, в системе КУИС есть возможность смотреть за такими больными, поэтому вестись не надо, вот эти, я не то, что вот Тухаев посади этого Булата Назарбаева, я знаю, кто первый преступник, это Тухаев, они все должны сидеть, и Назарбаев, старший, и младший, это Булат Назарбаев, и Тухаев, и вся эта Шушера, чтобы это произошло, в стране должны произойти перемены, должна поменяться власть, к власти должны пройти новые люди, которые наведут порядок, а вот это Шушер, они будут такие только спектакли, разыгрывать, вводить за нос людей, дурачить, делать видимость, следствие, и т.д. Вот, сколько времени прошло, с Январьских событий, арестован только Карим Васильев, Трезама, хотя все должны сидеть там, Нигматуллин, председатель парламента, тот, сейчас, Хушанов, он должен сидеть, Тухаев, Булат Назарбаев, Назарбаев, все по разным камерам должны сидеть. Короткое видео, я не буду долго вести этот эфир, видео, делайте выводы, делайте правильные выводы, если мы хотим добиться, чтобы в стране была справедлива, что не зирая там на брат, сват, и т.д. и т.п., и вплоть до президента страны отвечали перед народом, как в Южной Корее, Чон Духван, Руду, были обсуждены, Южная Корея, развитая страна, на смертную казнь, женщину президента судили два года назад в Южной Корее, если мы хотим, чтобы в стране торжество законно было, справедливости, то мы должны в первую очередь поменять власть. Вступайте в партию Халк Тандао, возьмем власть в свои руки, наведем в стране порядок. Благодарю за внимание, всего доброго. Жаса хазак, ерпинь хазак.